Сегодня же 1 апреля, день когда все шутят и смеются. Вот держите шутку. Подходит как-то медведь к зайцу и спрашивает, Зайц, а у тебя к шерсти прилипает? Нельзя такое, да? Ну ладно, тогда познакомим вас с новостями. Сделаем это буквально через секунду. О важности электроэнергии в жизни человека сегодня вспомнили жители двух районов области, Мамско-Чуйского и Бодайбинского. Несколько населенных пунктов из-за аварии остались без света. В общей сложности отключения затронули почти 700 домов и 17 социально значимых объектов. Пока решали проблемы, ситуацию спасли резервные источники энергоснабжения. Кого и от чего еще приходится спасать в регионе, поймете по анонсам основных тем. Полиция и надзорные органы вышли в патруль. Сегодня мы вместе с ними проверили, как соблюдается режим самоизоляции в Иркутске. В Иркутске резко подскочили цены на лимоны и имбирь. С чем это связано и как сильно жителям областной столицы приходится переплачивать, разбирался я, Данил Седов. Разобраться предстоит и в обстоятельствах аварии на автомоечном комплексе. Пьяный водитель сбил местного сотрудника. В программе расскажем об этом, а также о других происшествиях под градусом в области. Жители Иркутской области проводят время на самоизоляции с пользой. Участвуют в необычных акциях и цифровом диктанте. Подробнее в рубрике «Повесточки». И начинаем мы с одной из самых важных новостей. Еще пять жителей Иркутской области могут оказаться носителями коронавируса. У них сомнительные результаты анализов. Пробы пришлось отправлять на подтверждение в Новосибирск. При этом сегодня первый день, как в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Если одним эта формулировка вполне понятна, то у других вызывает множество вопросов, что можно делать, а чего нельзя, и какие предусмотрены наказания для нарушителей. В первом материале мы постарались дать ответы. Сначала променад по центральной улице, потом заглянуть в магазин, а после еще и в кафе. И это не сценарий идеальной прогулки. Полиция и Роспотребнадзор региона отправились в рестораны и торговые точки по службе. Проверяют, кто не закрыл двери для гостей и покупателей, хотя должен был из-за пандемии коронавируса. Ведь торговать сейчас могут только те, кто продает товары первой необходимости. Первая точка рейда и сразу нарушение. Здесь масло оливковое, то есть идея неопонимается к первой необходимости. А значит, предприниматель еще неделю назад должен был закрыть заведение и отпустить работников в отпуск. В итоге ему теперь все равно придется это сделать. По выявлению нарушений, деятельность таких предприятий будет приостанавливаться, материалы будут передаваться в суд для принятия дальнейшего решения вплоть до закрытия предприятия до 90 суток. Довольно строгие ограничения сейчас действуют и для обычных горожан. С 31 марта по всей области введен режим обязательной самоизоляции. Это значит, что все жители региона должны соблюдать меры по профилактике распространения коронавируса. Выходить из дома можно только в ряде случаев. К примеру, за экстренной медпомощью, на работу, в ближайший магазин, аптеку или выкинуть мусор. Новые правила жизни полицейские разъясняют всем, кого встречают на улицах. Всем людям предписано лишний раз не выходить на улицу, использовать средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептические средства. А еще выгуливать домашних животных можно в радиусе 100 метров от дома. Контролировать соблюдение всех этих правил как раз и будут патрули по всему региону. Но вопрос о санкциях в отношении нарушителей пока открытый. К примеру, в Москве это работает так. За необоснованные прогулки не штрафуют, а просто предлагают проводить домой. Горожанин сопротивляется. 19-я статья административного кодекса. Неповиновение должностному лицу и штраф. Вы сейчас работаете? Нет, на удаленке. А зачем вы слимываете? Необходимость. Степень необходимости тоже будут оценивать полицейские. Сегодня мы провели с сотрудниками патрульно-постовой службы два часа. И вот что заметили. На улице довольно много людей старшего возраста и без масок. А ведь как раз пожилые наиболее уязвимы перед вирусом. А потому им необходимо оставаться дома. Тем более, что все хлопоты по покупке продуктов и лекарств могут взять на себя волонтеры. Вызвать их можно по номеру горячей линии. И еще один наш вывод. Среди водителей оказалось много ответственных и осведомленных горожан. Практически все, кого остановили инспекторы, ехали по действительно важным делам. За продуктами изолированному другу или в диспансер по записи. А в остальное время по домам. В магазин ходим примерно раз в два дня за молоком и хлебом. Все, гулять не ходим никуда. Собак у нас нет. Конечно, это надо жестко сейчас придерживаться дисциплины. В идеале все без исключения жители региона должны придерживаться подобных принципов. И чем скорее люди привыкнут к новому формату жизни, тем меньше у коронавируса будет шансов захватить область. По большому счету сейчас не только наш регион, но и вся страна живет в таком экспериментальном формате. Ведь подобных ограничительных мер в современной истории на территории нашего государства еще не вводили. А потому и сейчас главное, чтобы все без исключения понимали, что нужно делать и соблюдали меры профилактики. Надежда Казакова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Одна из таких мер – дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Этой работой с сегодняшнего дня ежедневно будут заниматься по всему областному центру. Бояться людей в специализированных костюмах не стоит. Они делают все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Дезинфицирующими растворами обрабатывают помещения общего пользования – тамбуры, лифтовые холлы, подъездные двери. Кроме того, представители управляющих компаний должны каждый день с использованием хлорсодержащих средств протирать дверные ручки, перила, почтовые ящики, подоконники. Если где-то дезинфекция не проводится, иркутяне могут пожаловаться в комитеты по управлению округами. Да, действительно, мы сегодня идем на беспрецедентные меры, которых никогда не было в нашей с вами жизни. Но если мы этого не сделаем, хотя бы один человек, наш близкий с вами, уйдет по причине того, что мы что-то не сделали. Наверное, мы тогда будем все с вами чувствовать себя внутренне, неудовлетворенно. Поэтому я всех призываю на те мероприятия, которые сегодня проводятся, реагировать, исходя из того, что это нужно для нас с вами в нашем общем доме. Готовятся к распространению коронавируса и в медучреждениях области. При этом там продолжают бесперебойный прием пациентов, ведь люди не перестали страдать другими недугами и получать травмы. Однако, например, в Иркутской областной клинической больнице приняты дополнительные меры защиты для персонала и пациентов. У всех медиков есть маски, респираторы, перчатки и средства дезинфекции. В приемном отделении организован сортировочный изолятор, где пациенту с подозрением на ОРВИ или коронавирус смогут провести первичное обследование, измерят температуру и возьмут биоматериалы на анализ. В случае, если человеку требуется срочное медицинское вмешательство, но у него есть признаки инфекции, помощь окажут в специальном хирургическом боксе. Перед этим персонал облачится в защитные костюмы. Также в приемном отделении оборудован небольшой изолятор на пару мест, где пациенты смогут пребывать в ожидании направления. В этом кабинете мы перемонтировали, сделали широкий проем, то есть дверной, для того, чтобы туда можно было завести рентгеновский аппарат, для того, чтобы туда можно было завести ультразвуковой аппарат, чтобы пациент с подозрением не обследовался, как все пациенты, то есть обратившиеся в областную больницу, а мог быть обследован именно в этом небольшом, но тем не менее функционально оборудованном помещении. Пока больницы работают в режиме повышенной готовности, социальные службы доставляют медицинские маски своим подопечным. В Иркутскую область, наконец, прибыла первая партия средств защиты. В общей сложности 290 тысяч повязок. Все они в этих коробках, в каждой по 5 тысяч штук. Большая часть прибывших в регион масок, а это 150 тысяч, будет распределена между медицинскими учреждениями. Остальные привезут в организации Министерств социальной защиты и молодежной политики. Волонтеры последнего будут надевать повязки при доставке продуктов и лекарств пенсионерам. А уже в четверг средства защиты начнут доставлять их к пожилым жителям региона. В отдаленные районы Иркутской области маски отправят воздушным транспортом. Маски предназначены как для обслуживаемых граждан, граждан пожилого возраста, инвалидов, пенсионеров, которые находятся у нас на обслуживании, так и для социальных работников. Масок будет выдаваться ровно столько, сколько будет приходить социальный работник. А социальный работник у нас посещает обслуживаемую 2-3 раза в неделю. Конечно, этих масок надолго не хватит. Поэтому к концу недели ожидается очередная поставка средств защиты. В регион привезут почти 700 тысяч медицинских накладок. В следующей партии придет еще 500 тысяч масок. Они уже будут доставлены в аптеки, где их смогут купить все желающие. Далеко не каждый может себе позволить купить лимон. Цена на фрукт в Иркутске резко подскочила кое-где в два раза. Из-за чего это произошло и что за продукты еще подорожали, знает Данил Седов. Перед вами самый дорогой товар фруктовых лавок Иркутска. За имбирь жителю областной столицы придется отдать 100-150 рублей. И это всего за 100 грамм. Но резко выросшие цены людей не пугают. Корень берут все чаще. Так же, как и лимоны. Их стоимость, кстати, тоже неожиданно подскочила. В некоторых торговых точках до 500 деревянных за килограмм. Такая популярность этих двух видов продукции связана с тем, что они способны укрепить иммунитет. А это в наши дни задача первостепенной важности. Продавцы говорят о том, что цены устанавливают не они, а поставщик, в свою очередь поставщики. Говорят о том, что резкий скачок цен связан с тем, что и имбирь, и лимон привозятся в Иркутскую область из Китая. А значит, эти продукты сейчас в дефиците. И именно поэтому покупателям приходится переплачивать. Из-за пандемии коронавируса имбирь и лимон в регион сейчас не завозят. Поэтому продукция, богатая витаминами, исчезает с прилавков считанные часы. Например, в некоторых супермаркетах цитруса и корня нет вообще. Так же стоит отметить, что на цены образования лимонов и имбиря влияет еще один фактор. Дело в том, что данная продукция не является товарами первой необходимости. А значит, цены на них практически никак не регулируются. А вот как раз товары первой необходимости, к примеру, мясо, крупы и сахар, пока в цене не растут. За ситуацией ежедневно следят специалисты службы потребительского рынка и лицензирования области. Есть товары, которые изначально рассчитаны для потребителей с невысоким достатком. Любые крупы, например, сахар или что-то еще. И вот по этим же товарам есть, естественно, и более дорогие товары. Все это делается в расчете на то, чтобы удовлетворить потребителей с любым уровнем достатка. Дефицит товаров первой необходимости также не наблюдается. А если вас беспокоит нехватка фруктов, которые способны поддержать иммунитет, попробуйте найти альтернативу. Например, вместо лимона можно брать лайм. Он, как ни странно, сейчас дешевле. Ну а имбирь, в котором много цинка, могут заменить орехи. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Порой бывает и так. Хочешь купить продукты, а не можешь. Своего рода фейс-контроль ввели в одной из сетей супермаркетов в Иркутске. Главное условие – попадание в торговые точки, наличие маски на лице. Законно ли это? Такой вопрос от нескольких телезрителей поступил к нам на горячую линию. Его мы переадресовали в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Там рассказали, что к ним ежедневно поступают обращения касательно таких мер. Видели специалисты и публикацию, которая выложена в официальном инстаграм-аккаунте ритейлера. Под ней десятки комментариев. Одни поддерживают начинание, другие им крайне недовольны. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора собирают все жалобы и потом будут решать, как именно поступить с предпринимателем. Ведь с одной стороны он призывает к соблюдению мер профилактики распространения коронавируса. А с другой – ограничивает людям доступ к товарам первой необходимости. Если и у вас есть подобные вопросы, звоните нам на горячую линию. Телефон прежний – 792-402. По телефону скорой помощи пришлось звонить сотрудникам автомоечного комплекса в Иркутске. Дело в том, что одного из работников сбил приехавший освежить свою машину водитель. Происшествие попало в объективы камер. По кадрам становится понятно, что ДТП не прошло бесследно для работника комплекса. 31-летний мужчина был госпитализирован, а водителя ждала долгая беседа с инспекторами. Оказалось, 65-летний шофер в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. Заезжал в гараж, просто соскочил на педаль. Объясняться с полицейскими пришлось и другому водителю. Но предшествовала этому довольно необычная погоня. В Зиминском районе была замечена иномарка, совершавшая опасные маневры. На требование остановиться шофер не реагировал, а только увеличивал скорость, при этом грубо нарушал правила. Погоня сначала успехов не принесла, как вдруг нарушитель значительно замедлился. Этим воспользовался старший лейтенант Евгений Аксенов. Он догнал автомобиль и на ходу запрыгнул в салон. Оказалось, внутри машины ехали три пассажира, а сам шофер, как показало медосвидетельствование, был пьян. Также выяснилось, что он уже имел проблемы с законом. Ранее был осужден на два года условно по статье нарушения правил дорожного движения, лицом подвергнутым административному наказанию. Сейчас решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела, а отличившийся полицейский делится со всеми секретом успеха. Говорит, что смог догнать нарушителя благодаря отличной физической форме. Те, кто не нарушает режим самоизоляции, помогли разгрузить дорожные артерии Иркутска. Однако некоторые водители решили воспользоваться пустынностью улиц, чтобы ездить, как вздумается. Несколько примеров в рубрике «АвтоХам». Во время режима самоизоляции на дорогах региона и особенно Иркутска стало заметно меньше машин. В связи с этим некоторые водители почему-то решили, что теперь правила соблюдать не обязательно. Шофер японской иномарки, отъезжая от остановки, просто развернулся поперек улицы. При этом пересек двойную сплошную и, как ни в чем не бывало, уехал во своясе. Также куда-то вперед всех надо было успеть и этому «АвтоХаму». В условиях пандемии и зачастую на пускной панике автовладелец забыл обратить внимание на запрещающий сигнал светофора. А может и раньше никогда не смотрел на него. Хорошо, хоть пешеходов, идущих по зебре, пропустил. В противном случае он сам мог стать виновником гибели людей. Как и водитель «Волги», неожиданно для всех он решил пересечь двойную сплошную. Видимо, срочно понадобилось заправить авто. А чуть дальше по дороге отличились уже пешеходы, не захотели идти по зебре. Но не стоит забывать, что все происходящее сейчас в мире – не повод нарушать правила. Если и вы стали свидетелем неадекватного поведения на дорогах региона, присылайте нам свои видео. Неадекватное поведение многих людей приводит к серьезным экологическим проблемам. Несанкционированная свалка по дороге в поселок Большое Галаусное – одна из болевых точек Иркутского района. Так считают не только местные жители, но и отдыхающая и природоохранная прокуратура. По кадрам становится видно – пакеты, бутылки и картон разбросаны на сотни метров вокруг. А ведь эта территория находится в центральной экологической зоне Байкала. Проблеме не первый год, но решить ее до сих пор не могут в силу ряда обстоятельств. Во-первых, на территории самого поселка нет контейнерных площадок. Поэтому некоторые нерадивые жители предпочитают оставлять продукты своей жизнедеятельности в лесополосе на выезде из Большого Галаусного. А во-вторых, непонятно, кто должен заниматься ликвидацией свалки. В настоящее время в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре по данному факту проводится проверка. Нами устанавливается лицо, ответственное за ликвидацию свалки, так как частично отходы скоплены на неразграниченных землях, частично на полосе отвода дороги. По окончанию проверки прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования. По нашему мнению, наиболее эффективным станет предъявление иска в суд, в связи с чем нами прорабатывается вопрос о судебном понуждении ответственного лица к ликвидации накопленных отходов. Пока кто-то наносит вред, природе другие беспокоятся о том, как ей помочь. К примеру, в Шелихове скоро появится питомник хвойных деревьев, и уже до конца года там вырастет первый миллион саженцев. Но это только начало к 2022-му. Количество посадок достигнет 10 миллионов. Вообще сейчас в Иркутской области стоит непростая задача – полностью восполнять вырубленный лес. Для этого нужно выращивать около 35 миллионов сейнцев в год. Поэтому существующим питомникам придется увеличить свою производительность. Например, на базе Мегетского появится селекционно-семеноводческий центр, а в Устилимском районе местная агрофирма займется культивированием саженцев. Там для этого уже переоснащают теплицы. В Тулуне также возводят новые парники. Совсем не новая деревня прославила Иркутскую область на всю страну. Причем здесь зады. Узнаете после новостей спорта. Режим самоизоляции – отличный повод вспомнить об успехах спортсменов Иркутской области, которых наши земляки добились еще до введения ограничительных мер на проведение соревнований. Так, из Пензы с чемпионата России по легкой атлетике сборная Прибайкаля привезла 8 медалей. Из них 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Участвовали в турнире спортсмены в возрастной категории старше 35 лет. По одной медали каждого достоинства завоевали уроженки Иркутска на всероссийском турнире по самбо. В весовой категории 47 килограммов Умутка Нутаева стала обладательницей золота. Звание серебряного призера удостоилась Юлия Переляева. Она состязалась с девушками не тяжелее 51 килограмма. Ну и, наконец, бронза в легком весе досталась Анастасии Беловой. Данил Седов, новости по будням. Досталось место в десятке самых веселых названий населенных пунктов в стране деревни из нашего региона. Своеобразный рейтинг подготовил популярный туристический портал. Наиболее смешными наименованиями признаны хохотуй, хренища, бодуны, жадины. От Иркутской области в топ-10 вошла деревня Зады. Другими интересными новостями поделимся в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Если несколько месяцев назад находились люди, которые были против онлайн-технологий, сегодня без них никуда. Мы работаем на удаленке, заказываем продукты, проходим образовательные курсы в интернете и смотрим фильмы. Вот подробнее о том, что появилось нового онлайн, поговорим прямо сейчас. В Иркутске для всех жителей региона запустили акцию «Дома нет короны». Участникам предлагают поделиться рецептами, как они проводят дни на карантине и не отказываются от повседневных привычек. Посты с хэштегом акции призывают размещать до 4 апреля. В этот день авторы самых популярных публикаций получат подарки. Тем временем к другой онлайн-акции «Оставайтесь дома» присоединились врачи из Братска. Своё фото в сети выложили сотрудники 5-й городской больницы. Сам флешмоб запустили врачи из других стран. Впоследствии в нём стали участвовать работники отечественных медучреждений. Сейчас в сети можно встретить подобные снимки и от пожарных, полицейских и работников МЧС. Интернет даёт возможность поучаствовать в цифровом диктанте. Он стартовал в России 28 марта и продлится до 11 апреля. Каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также выяснить, насколько хорошо он знает правила безопасности в сети и культуру виртуального общения. Диктант включает в себя вопросы, разработанные с учётом разных возрастных категорий. Не совсем онлайн, однако с использованием подручных технологий. Соседи в штате Висконсин придумали, как в условиях карантина обмениваться напитками. Эрик Тчинский вспомнил, что у него есть игрушечный автомобиль с радиоуправлением. Он решил, что при помощи него можно избежать личного контакта. Передача ценного груза состоялась без происшествий. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим ещё больше хороших новостей. Хорошая новость для всех родителей, у кого дети целыми днями пропадают в интернете. Сразу после выпуска новостей в нашем эфире полезный фильм. Он о том, как оградить подрастающее поколение от опасностей сети. Ленту снял наш коллега Евгений Павлов. Сегодня мы пообщались с режиссёром и узнали, как проходила работа над фильмом. Ни для кого не секрет, что сейчас интернет – это очень большая часть нашей жизни. И всем понятно, что ребёнка не ограничишь от этого. Он всё равно там будет. Если ему запрещать, запретный плод будет ещё слаще. Поэтому мы, консультируясь с сотрудниками МВД, с психологами, с профессиональными педагогами, которые защищали диссертации по этой теме, мы вывели некий свод правил. То есть это какие-то буйки, за которые не надо заплывать, чтобы сохранять безопасность при пребывании в интернете. Хотите узнать больше? Смотрите фильм после нашей программы «Я же на этом прощаюсь». Но помните, мы всегда вместе с вами. Вот, кстати, Волк, размешли название. У меня знакомая живёт в селе Хреновое. Как её называть? Как считаешь? Лучше по имени, мне кажется.